добрый день друзья сейчас я сниму очень интересное видео но касается атланта затылочной кости затылка второго позвонка аксиса единым словом это называется крайне церекальный узел от слова цервикал шея или крайне вертебральный узел от слова крайне это верх да и вертебра позвонок то есть верхний отдел шеи или переход между шеей и головой с затылком это очень сложно по структуре биомеханическая запчасть нашего организма он так и называется во многих учебниках узел вот как бы как будто какой-то механический узел в какой-то машине сейчас развелось очень много шарлатанов правщиков которые называют себя правщики атланта вправляют там что-то но на самом деле они ничего не вправляют они просто дырчат каким-то прибором непонятного происхождения он не медицинский не имеет никаких медицинских сертификатов никакой доказательной базы то есть он ничего вылечить не может они на рекламе строит обман обманивают людей раздражают этим вибратором связки нервы травмируют нервы и люди получают очень большие осложнения в нашем понимании в правлении атланта правка атланта постановка атланта называйте это как хотите суть не меняется мы занимаемся лечением мы смотрим как работает этот биомеханический узел нет ли там функционального блока нет ли там ротационного подвывиха атланта аксиса в каком состоянии мышцы связки находятся то есть работаем с мышцами со связочным аппаратом лечим лигаментоз фиброз мелги и и самое главное мы уделяем большое внимание позвоночной артерии и затылочным и подзатылочным нервам нельзя эту структуру рассматривать отдельно вот просто взять кость как позвонок и работать только с атлантом нет я всегда занимался комплексно и пытался многим людям это объяснить но в простом рекламном ролике нельзя это объяснить поэтому мы просто называли эту услугу постановка атланта но на своем канале youtube я уже сто раз снимал видео где подробно ржова там 20-25 минут но люди такие длинные видео не смотрят поэтому до конца не понимают что же такое и зачем снимать функциональный блок атланта я сейчас объясню на себе да то есть пациент должен записаться на мануальную терапию нет никогда плохо когда что-то болит нет когда все хорошо функциональный блок первого позвонка второго он как-то клинически сам себя никак не проявляет уходит человек доходит но не поворачивается там голова как у павлина или у страуса но и да и фиг с ним то есть человек может развернуться за счет плеч корпуса и так далее то есть функциональный блок он как бы не приводит каким-то сильным проблемам там нету головных болей потеря зрения ну туго подвижность шеи есть но возможно маленькая будет там кривоше ну и что с таким функциональным блоком живут очень большое количество людей но в чем со суть проблемы а в том что когда у нас функциональный блок атланта а он возникает многих людей еще в раннем действии во время падений с велосипеда с горки с кроватки с рук мамы дети падают он вовка чарам и плюхнулся тут бегал упал вот так подбородком ударился плюс родовые травмы просто слова родовая травма пациенты неправильно расценивают они думают что человек когда рождаются маленький то он получает травму в ихнем понимании травма это перелом кости разрыв сухожилия кожи кровь нет просто родовспоможение так названо к примеру экстренное родовспоможение приводит к родовой травме там тройное двойное обвитие пуповины там неправильное прилежание малый узкий родовой проход но факторов очень много это все в конкретном случае оценивается врачами кушерами педиатрами отдельно делается узи через роднички головного мозга узи шеи проверяется ребенок порядке или нет это все медицина это все наука все это врачи проводят а вот шарлатаны такие как правщики атланта там и другие они это ничего не делают им не нужны мрт и не нужны узи обследования они просто вот так вот что-то делают непонятно что и так если у вас блок и вам там неважно сколько лет 15 20 25 30 40 45 50 то ваш узел работать неправильно и вы можете получить ущемление подзатылочных нервов затылочных нервов какие-то малый большой затылочный нерв ущемление капсулы менискоида фасеточных суставов и атланта и аксиса то есть это c0 сегмент c1 c2 c3 когда вы неправильно поспали на подушке когда вы там летите в самолете в неудобной позе позе в поезде там на жесткой поверхности да неважно во время купания ныряния факторов которые приводят к этому очень много если у вас функциональный блок атланта то он получается не шевелится не работает и если вы поспали длительное время на животе просто поспали на животе в неудобной позе вот так то атлант черепом заклинин он остается на одном месте а всю ротационную нагрузку наберет себя аксис и он естественно ротируется вот если вы спали повернув голову на левую сторону аксис ротируется против часовой стрелки да вот против часовой вот вот примеру человек заснул и у так спал 6 часов 8 некоторые спят там пьяный заснул на 10-15 часов и так проспал аксис ротируется натягивают нижнюю косую мышцу она прикрепляется как раз кости стоматуровку аксиса и идет наискосок к атланту есть еще другие подзатылочные мышцы а сквозь эти мышцы иногда прободируют и артерия и сосуды подзатылочные и самое главное нет в норме подзатылочные нервы под этой нижней косой мышцы а иногда бывает сквозь нее и вот человек долго спал мышца от ротации от натяжения а значит спазмировалась передавила нерв и человек получил травму подзатылочного нерва до или затылочных там они все проходят в одной куче и что же делать этот нерв начинает беспокоить человеку дает головную боль вот очень часто люди просыпаются рано утром там 6 7 утра с боли в затылке это боль мигрирует сюда в висок значит по затылку локально в шею в теменную область и люди не знают что делать многие идут на массаж массажисты стараются еще больше травмируют этот нерв сильным массажем давит его пальцем и так люди приходят хранитизации боли боль поселяется уже на коре на подкорке головного мозга когда она устранена в течение трех месяцев а поверьте у меня были люди с невралгией затылочного нерва которые страдали семь лет они лечились у врачей делали всякие приемы мануальной терапии и не помогло почему потому что мануальной терапевты не все знают как работать с этой патологии единицы остеопаты это вообще кошмар то есть вот в данной области они не разбираются вот это крайне циррекальная десторция или тракция она не помогает в данном случае значит многие делали уколы дипроспана блокады но так как наших странах блокада делается без навигации узи то не доходит действующее вещество лекарства туда куда надо не блокирует этот нерв а самое главное многие врачи даже пальпаторно не про не определяет какой нерв и начинают делать блокаду к примеру большого затылочного нерва а зажат малый затылочный нерв или подзатылочный и все эти нервы они идут через всю шею вот сюда вверх вот веточка большого затылочная идет сюда в теменную область надо определить где нерв зажат в самом начале выхода в посередке или в конце да то есть это все пальпаторно определяется и давайте же я сейчас покажу вам после такого длительного отступления как это определить и так значит если у вас произошла компрессия подзатылочного нерва то у вас будет боль в шее локально как это определить берем у так два пальца и ставим вот сюда вода вот сюда вот затылок вот вы иная линия не знаю видно показывает вот по двойную линию пальцы и начинаем пальпировать жмем раз и чувствуете вы что вот где-то там слева чуть чуть больнее чем справа зажали эти болевые точки иногда может справа болеть вот здесь ближе к сосцевидному троску но это связочка а слева именно болеть место выхода подзатылочные нервы вот ну ребят это все надо на семинаре изучать они по видео поэтому приезжайте сейчас на семинар вот 7 10 числа будет в турции я провожу этот семинар и все это покажу значит зажали теперь держим пальцы на этих болевых точках и начинаю выдвигать через вперед если вам больно вот с левой стороны и дает в ухо значит это подзатылочный нерв если не сильно больно пробуйте выдвигать челюсть плюс еще шею вот так вот и ищите пальцы пальцы передвигать и ищите вот примеру вы нашли слева то есть понятно что это подзатылочный нерв значит малый затылочный нерв находится чуть выше на уровне вы иной линии вы можете давить на вы иную линию если вы на него попали он воспален то боль будет отдавать сюда за ухо в висок в щеку и в это тоже прочувствуйте малый затылочный нерв находится латеральный а медиальный к центру шеи находится большой затылочный нерв примерно где-то вот здесь и если он пережат то боль будет эрадировать не только в шейную отсюда в теменную область значит как можно это все делая лечить исправлять ну надо точно определиться с диагнозом если у вас произошла во время сна ротация c2 позвонка против часовой стрелки то нужно сделать диротацию по часовой как самому это делать очень легко вы берете две руки вот так зажимаете шею ну и вот так делайте у меня нет этой диротации конечно же я сам себе всегда могу ее убрать после неудобно сна сейчас произошел челчок фасетки фасетки щелкают без боли хруст и фасеточный сустав они клинически не значат ничего если у вас нет спонял троза 3 4 стадии но это очень редко состояние но бывает в основном у стариков 60 65 плюс значит так мы делаем диротацию c2 то есть лучше голову наклонить вот так вот вниз подбородком и сделать вот так вот а значит сейчас я сделал диротацию своих шейных позвонков против против часовой стрелки вот и сейчас я проверяю себе пальпатор на вот ничего не беспокоит не болит значит что произошло у меня и недавно снимал короткий ролик мы переехали на новую квартиру и взяли с собой туда неудобную подушку и вот просто сон на неудобной подушке во первых она жесткая во вторых сильно высокая и как я там спал ночью я же себя ночью на камеру не снимаю не вижу возможно я так залежал возможно как-то по-другому просто даже жесткая поверхность подушки может пережить передавливать мышцы связки они в свою очередь пережимают нерв вот и происходит компрессия вот этих подзатылочных нервов и это приводит головной боли устранить это руками все проблемы не скажу что можно все руками устранить но процентов 60 проблем можно устранить возможно 70 зависимости от давности проблемы то есть если это у вас уже длится три года и больше то здесь нужно лечение да нет даже больше года то есть проверить каком состоянии находится оболочка подзатылочного нерва какими-то инструментальными методами очень тяжело практически невозможно у нас не делают такую диагностику а почему это важно потому что вот когда травмируется ваш подзатылочный нерв то первый удар от напряженных мышц связок берет на себя оболочка нерва вот представьте нерв как провод медный провод пвх оболочки каждый медный провод защищенный этот оболочкой также сама наш нерв нейроглия называется да из чего состоит эта оболочка это такая жирообразная субстанция в которой тоже есть клетки нейроглии и они страдают они физически страдают передавливаются происходит системное воспаление за механической компрессии и механическую компрессию нельзя лечить механической компрессии а многие массажисты найдут эту болевую точку и давай давить сильно что они делают они еще больше травмируют этот подзатылочный нерв и человеку находится как здесь приходит как здесь да в полном смысле значит запускают жутчайшую хронику человек испытывает сильнейшие головные боли и это неправильное лечение не надо идти к массажисту надо сходить к невропатологу или к мануальному терапевту который пальцем пальпаторно может определить проблему если он грамотный остеопаты тоже могут определять просто не все остеопаты владеют растовыми техниками потому что их боя